Всем привет! С вами Антон и редакция i2Hard. Механические клавиатуры. Несмотря на их очевидные преимущества и неуклонно растущую популярность, многие люди до сих пор относятся к ним скептически. Кого-то не устраивает шум, правда с выходом новых тихих переключателей это становится всё менее и менее актуально, а кого-то высокая цена, и с этим, к сожалению, уже ничего не поделать. Но чаще всего от механики отказываются те, кто не может подобрать для себя модель с привычным низким профилем клавиш. И именно эту проблему должна решить новая T40-грамм-спектрум, о которой мы и поговорим сегодня. Прежде всего, она интересна своим внешним видом, и несмотря на то, что в оригинальности ему не откажешь, он напоминает черты другой, недавно побывавшей у меня в руках клавиатуры. Характерные линии, выполненного в формате скелетон-корпуса, полностью металлическая лицевая панель, окрашенная в чёрный матовый цвет, отсутствие лишних деталей, а также аккуратная россыпь маленьких и едва заметных диодов над цифровым блоком клавиш — всё это узнаваемые штрихи Razer Black Widow X Chroma, которые были взяты на заметку, а после существенно переработаны. Но удалось ли Tessora создать свой собственный и уникальный дизайн? Более чем. Во-первых, грамм-спектрум выглядит строже, чем любая другая игровая клавиатура, так что ценителям стопроцентной классики, которым не нужны светящиеся логотипы, глянцевые вставки или что-то ещё, что может отвлекать внимание от печати, это явно понравится. Ну а во-вторых, она бьёт все рекорды по части компактности, так что найти механику, которая была бы тоньше и легче, на данный момент просто не получится. При этом клавиатура не жертвует эргономикой или функционалом, и если не говорить об излишествах, у неё есть всё, что необходимо. Шесть прорезиненных ножек, две из которых откидываются, практичный съёмный кабель в тканевой оплётке, а также блок клавиш управления мультимедиа, которым удобно пользоваться, потому что расположен он строго над клавишей Function, и к нему не придётся тянуться, чтобы, скажем, приглушить звук или выбрать следующий трек. Однако по-настоящему минималистичный, Gram Spectrum делает даже не её корпус, а новые переключатели KL Blue с чуть укороченным ходом и, собственно, сами клавиши, профиль которых как минимум в два раза ниже в сравнении со стандартным OEM. И да, это не только необычно смотрится, но и в корне меняет ощущение от набора на ней текста. Поначалу кажется, что вообще печатаешь на клавиатуре ноутбука, настолько у Gram Spectrum небольшой ход клавиш. Однако вместе с этим те ощущения, что способна дать только полноценная механика, в данном случае сохранены в полной мере. Это и чёткое срабатывание переключателей, и их ярко выраженная тактильная отдача. Так что, судя по всему, это действительно идеальный вариант для тех, кто привык к низкопрофильным мембранным клавиатурам и хочет перейти на их механические аналоги. Правда, придётся смириться с шумом, но не переключателей, а корпуса, из которого доносится глухой и неприятный металлический стук, каждый раз как клавиша пробела возвращается в своё исходное положение. Однако это далеко не всё, что нужно знать о Gram Spectrum, а точнее о её кейкапах. Во-первых, все они сделаны из очень неплохого и, судя по всему, долговечного ABS-пластика, так что, скорее всего, менять их не придётся. Но если всё же такая необходимость возникнет, найти подходящий сет будет непросто, так как раскладка нижнего ряда клавиш отличается от стандартной. Есть и ещё один, касающийся их нюанс. Дело в том, что они выполнены по технологии двойного литья. Это когда каждый кейкап состоит из двух разных слоёв пластика, спрессованных друг с другом. Нижний из них образует символы на поверхности клавиш, а за счёт того, что он полупрозрачный, его можно подсветить встроенным в корпус переключателя диодом. Но есть одна проблема. По вполне понятным финансовым причинам, такой метод актуален только для латинницы, так что кириллица наносится уже после, на готовый кейкап с самой обычной белой краской, и ни о какой подсветке уже не может идти и речи. А жаль, ведь за исключением этого очень досадного недостатка, ничего кроме «Вау» о ней сказать нельзя. По большей части из-за того, что она не выглядит пёстро, а наоборот, привлекает внимание своей сдержанностью и благородностью. Нечто похожее, а вернее абсолютно то же самое, мы с вами видели у Black Widow X-Chrome, где свет диодов, встроенных в переключатели, мягко рассеивался вокруг каждой клавиши. После отражался от их тыльной стороны и попадал на чёрную матовую металлическую панель, создавая ощущение того, что светится именно она. И на мой взгляд, ничего плохого в таком сходстве нет. Хорошие идеи можно и нужно перенимать. Правда, при создании программного обеспечения этим же принципом в Tessora руководствоваться по всей видимости не хотят. Несмотря на все апдейты, оно по-прежнему ужасно запутанное, так что несмотря на то, что в нём присутствует весь необходимый функционал, позволяющий переназначать любую из клавиш, записывать макросы, создавать пользовательские профили и, наконец, управлять подсветкой, пользоваться им не слишком удобно. Пожалуй, это и отсутствие подсветки кириллических символов единственные явные недостатки клавиатуры, так как в остальном новая Gram Spectrum должна понравиться как тем, кто только планирует переходить на механику, так и тем, кто уже давно с ней знаком и просто подыскивает для себя что-то новое. И на этом на сегодня всё. Следите за анонсами новых обзоров в наших социальных сетях. Заглядывайте в описание к видео, чтобы получить скидку в магазинах fofrag.ru и, конечно, не забывайте подписываться. Спасибо за внимание и до скорых встреч!